приветствую вас на своем канале наверное 90 процентов людей страдающих неврозом в сд жалуются на боли в спине эта боль концентрируется где-то между лопаток либо в шее а зачастую и там и там одновременно мы как правило идем неврологу нам могут поставить диагноз остеохондроз там может быть сколиоз прописывают какие-то таблетки противовоспалительные либо курс массажа мы это все проходим кому-то помогает кому-то нет но в любом случае через какое-то время эта боль возвращается и постоянно нас беспокоит то бишь мешает нашей нормальной жизнедеятельности кажется уже что в принципе от этого не избавиться будет на протяжении всей жизни но нет на самом деле избавиться от этого можно и нужно смотрите что происходит когда вы находитесь в тревожном расстройстве вы находитесь в состоянии постоянного психического напряжения в большинстве своем вы ничего не делаете чтобы от него избавиться и лежать не решаете свои проблемы не занимаетесь со своей паникой симптомами не прорабатывайте свой невроз скажем так то без не день то бишь не делаете ничего поэтому это напряжение растет и вызывает гипертонус мышц то есть вот с таким вот гипертонусом наших мышц мы постоянно и ходим нарушается кровоток появляются боли появляются головные боли то есть состояние наше ухудшается что делать вопрос что делать первое если боль несется такой явный характер то есть она реально мешает уже где-то и ходить больно да и сидеть не очень приятно что нужно сделать нам нужно снять гипертонус для этого желательно пропить какой-нибудь миорелаксант то есть ну например толпе резон в течение двух недель это можно пропить и действительности гипертонус снизится это сто процентов это проверено мной лично далее если боли как я уже говорил такие явные то помимо толпе резона можно принять что-нибудь противовоспалительное в течение там 70 дней например мелоксикам какой-нибудь вот то есть выпиваем две таблетки до течение двух недель толпе резон и мелоксикам все это пропиваем и самое главное переходим к физическим упражнениям потому что это единственное я повторяю единственное средство от этих болей сегодня я покажу что делаю я лично и что советую делать другим ложимся на спину левую ногу ставим на правое колено и делаем повороты таза вправо движение осуществляется только усилием руки то есть спина расслаблена делаем 10 20 повторений и меняем ногу далее делаем прогибы и верхней точке на секунду фиксируем количество повторений 10 20 руки соединяем замок и заводим за голову на выдохе сводим локти перед собой а на вдохе разводим в сторону и сводим лопатки количество повторений 10 20 ложимся на живот и тянем руки одну вперед а другую назад попеременно количество повторений 10 20 далее поднимаем попеременно левую руку и правую ногу а потом правую руку и левую ногу количество повторений 10 20 теперь немного приподнимаясь заводим локти назад и сводим лопатки тоже 10 20 раз одновременно поднимаем руки и ноги количество повторений 10 15 Руки в замке за головой, приподнимаем корпус в 10-15 повторений Руки кладем под таз и перекатываемся Тоже 10-20 раз Опираясь на руки, делаем повороты В положении на спине вращаем ногами, сначала по часовой, а потом и против часовой стрелки 10-20 повторений Далее поднимаем ноги и удерживая их, стараемся подбородком коснуться груди Количество повторений 10-15 Продолжение следует... Делаем повороты головы, стараясь коснуться подбородком груди 10-20 раз Теперь при повороте рукой создаем усилие, сначала в одну, а потом и в другую сторону 10-20 раз Упираемся двумя руками в лоб и создавая усилие, наклоняем голову 10-20 раз Далее, создавая сопротивление рукой, делаем наклоны головы в сторону 10-20 раз В заключении хотелось бы сказать, упражнения эти требуются выполнять регулярно Если вы будете делать неделю, потом забросите, толку не будет никакого Первые результаты вы получите только спустя 3-4 недели, а спустя 3 месяца вы вообще себя прекрасно будете чувствовать, никакие боли вас больше не будут беспокоить, естественно, пока вы будете все это выполнять Ваши мышцы придут в нормальный тонус, восстановится нормальный кровоток, самочувствие улучшится 100%, но поверьте, это нужно выполнять регулярно. Здесь должна быть дисциплина жесткая. Как делаю я и как советую делать? Я веду некий тренировочный дневник, скажем так. То есть, сегодня я выполнил это упражнение, я поставил галочку, сегодня я выполнил, замечательно, завтра выполнил, и завтра поставлю галочку. То бишь, один раз в день я должен это выполнить. Бывает, по какой-то причине придется пропустить, заболел тяжело, либо где-то находишься в дороге, но нет возможности сделать. Что я делаю? Я не пропускаю, я переношу это упражнение на следующий день. То есть, если сегодня я пропустил, завтра я должен сделать два раза, скажем так, отработать за тот день, который я пропустил. Так что, здесь, скажем так, сам себя уже не обманешь. Если сегодня ты якобы себя плохо чувствуешь, понимаешь, что завтра придется отрабатывать. Поэтому, даже когда я себя чувствую хреново, я все равно ложусь и делаю. Может быть меньше повторений, но все-таки делаю. И поверьте, только таким способом можно получить результат. Только так. Здесь халявы не бывает. Пропив таблетки и избавиться от боли, такого не было ни у кого. Эти боли убираются только физическими упражнениями. Так что, друзья, не жалейте себя, работайте над собой, и все у вас будет хорошо. Всем удачи, всем здоровья, пока!